Дерево 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 Кто из вас не верит в то, что я сказал, поднято? Ну, считает, что это все шаватально Хорошо Как вас зовут? Ирина А я сейчас вам кратко скажу про ваши эти проблемы, вы поверите? я не слышу тонкий канал связанный с сосудами организма, то есть есть наружный слой, листок этого канала, который регулирует давление человека и сосуды наружного прообращения есть внутренний листок, который регулирует сосуды внутреннего прообращения внутренний листок у вас начинает страдать прямо с центра мозга то есть там нехватка прообращения в глубоком слое головного мозга не хватает прообращения вы согласны со мной? это может выражаться в снижении давления до окружения или повышения давления, то есть давление стабильно реакция на погоду может быть дальше этот канал идет вниз то есть этот канал идет вниз и он контактирует с гортанью, носоглоткой то есть то, что я вам говорю это саморождение до ночевого эти каналы, они не меняются то есть эти болезни меняются то есть дальше это хронические заболевания носоглотки насколько я также могу понять также возможно заболевания бронхов то есть какие-то хронические так или нет? ну что, гортан никогда не болел у вас в детстве не было хронических заболеваний гортанью, пробуков в юности, в молодости движемся дальше я не буду говорить совсем низко это тоже с этим каналом связано вот диагностика продолжается то есть я один канал описал еще три указывает человеку по четыре хронические заболевания спасибо спасибо Следующий слой связан с пронихематозными органами в организме. То есть первое, что гласается в глаза, это щитовидная железа. Там есть нарушение, думаю, что снижение функции. Вы согласны? Я не знаю, что я их не проверял. Ну, проверьте. Это вам не помешает. Дальше следующая проблема, которую я увидел, определил. Эта проблема такая, достаточно серьезная. Это гормональные расстройства, которые касаются как гормональной системы по-женски, так и в целом гормональной системы организма. Это может выражаться в том, что есть склонность к ощущению, что не хватает счастья, депрессивности, чисто на психическом плане. Согласны, Семена? Я сейчас счастлива. Гормональные расстройства есть у вас? Гормонального нет. Вы изучали этот вопрос? У вас дети есть? Есть. Ну, так или иначе, вы можете это все поизучать. То есть, я посмотрел, сделал свои выводы. Вас это убедило, нет? Частично. Частично. Мы будем продолжать, значит, изучать. Ну, то есть, эти методы, они достаточно сложны для понимания, но они работают, когда человек начинает их использовать в практике жизни. То есть, это не значит, что вы можете себя тестировать как-то в эти тонкие каналы и определять, какие у вас болезни. Но, допустим, если человек знаком с этой методикой, то есть какие-то закономерности, которые он начинает видеть. Например, если у человека страдает позвоночник, у женщин, допустим, страдает позвоночник, одновременно у нее страдает тонус желудка, страдают бронхи, склонность к обышке, то у нее может быть миома. Потому что канал, который связан с мышечной тканью матки, он идет вдоль этих всех органов, контролирует все эти органы и так далее. Допустим, эпилепсия и остеохондроз, нарушение позвоночника, эпилепсия, это тот же самый канал, кстати, мышцы. И нарушение зрения, это тот же самый канал, у которого страдает мышечная система внутренних органов. Ну, то есть, это все вопрос высоты заболевания. И, в принципе, если человек не живет здоровый образ жизни и ведет, у него постепенно вот эти каналы все ниже и ниже засоряются, и так появляется целый букет хронических заболеваний. В современной медицины ничего не знают про это. Это древняя медицина изучает это и объясняет, как эти проблемы лечить. Мы не будем с вами об этом сегодня говорить, это всего лишь просто знакомство. То есть, я вам пытаюсь объяснить, что то, что я говорю, является практическим знанием, а не просто выдумкой какой-то моей фантазии. Потому что вот сейчас, до того, как я пришел сюда, у меня были пациенты, я их диагностировал по фотографии и высылал в клинику к себе под Краснодаром, для того, чтобы мои сотрудники там подбирали им правильное лечение. Если хотя бы одна или две ошибки мы сделали, то человеку хуже становится, они лучше воздействия очень сильные. Надо искать эти ошибки, менять, и потом, поэтому у нас люди по шесть, по семь дней там находятся. Мы работаем с ними достаточно долго, чтобы все правильно сделали. И так существует тонкое тело ума, или манус, в котором находится энергия счастья, которая контролирует здоровье человека. Виды говорят, что также в этом слое психическом находится в области сердца такой энергетический шарик, внутри которого находится душа. То есть этот энергетический шарик состоит из памяти о всех наших поступках и желаниях, которые с нами происходили. Согласно Вебер, мы живем много жизней подряд. Так же, как день сменяет ночь, так и жизнь человека имеет свой рассвет, день и закат, а потом ночь идет. Ну, то есть все происходит циклами в этом мире, все циклично. Мы знаем, что есть цикл период полураспада атома. Атом тоже, цикл жизни атома, цикл жизни Солнечной системы. И так же есть цикл жизни человека. То есть одна часть жизни нам неведома, потому что она происходит в небытии. То есть мы как бы выходим из понимания себя как Личности, и то не полностью. То есть ощущение себя как Личности восстанавливается после выхода из тела. Тонкое тело не умирает, оно просто выходит из грубого тела и идет дальше по своей жизни. Вся память о прошлых поступках сохраняется вот в области сердца. И душа через эту память смотрит на этот мир. И если спросить, кто я, то я не тело, я душа. То есть тело это то место, где душа живет. Душа живет в двух телах. Есть тонкое психическое тело, которое дает человеку характер, дает человеку память, мысли, чувства и так далее. Академик Павлов считает, что мысли возникают из комбинации нервных импульсов. Но веды говорят, что мысли имеют тонкую природу. Когда человек выходит из тела, человек также может думать, хотя уже мысли не контактируют с нервной системой. Это другой способ, другой принцип мышления. И, допустим, вы скажете, где доказательство того, что я сказал. Почитайте книгу Моуди. Моуди это ученый. Он кардиолог и занимался ленимируем сердечно-сосудистых больных. То есть он исследовал пограничные состояния, в которых человек не помнит себя. То есть момент клинической смерти. В моменте, оказывается, во время клинической смерти порядка 30% людей имеют ясную, четкую память себя, ощущение себя как личности. И они описывают состояние свое после, в этот момент. Они описывали вот эту талату хирургическую. О чем говорили хирурги, все это фиксировалось. Это был научный эксперимент. Потом сопоставлялось со словами хронологически человека. И оказывалось, что он как будто бы видит сверху, видит сверху все, что происходит. И человек сам говорил, что он чувствует себя, что он как будто на телом висит, находится над своим телом. Вот сейчас многие фильмы основываются на этих факторах. Там показывают, как человек вышел из тела, начинают композировать. Но на самом деле это действительно реально так и происходит. Потому что сейчас есть только восходящее знание. То есть мы с помощью эксперимента определяем, что такое наука и что такое истина. Но в древней культуре было два типа знания. Одно знание было нисходящее. То есть оно основывалось на священных писаниях и на откровениях мудрецов. Потому что веды считают, что если человек очищает свой ум, то ум может стать инструментом для изучения этого мира. Игорь, тебе нужны люди объявления сделать. Вот у меня со мной врач приехал. Он может вам дать четкую консультацию. Можем мы помочь вам или нет в нашем центре. Он изучает статистику, дистанционно работает с пациентами. И у него есть, ну точно, если клинически подтверждено, что что-то мы изменили, то мы считаем, что это значит, что мы помогаем. У нас есть такая статистика. Если вам интересно, у вас какие-то сложные проблемы есть, то можно с ним пообщаться бесплатно, получить консультацию во время лекции. Где ты будешь принимать? Там твои? И так древние люди могли с помощью чистоты своего ума, они описывали строение тонкого тела человека, описывали, как человек выходит из тела, как он дальше получает следующую жизнь и так далее. Все это известно и описано в древних трактатах, в древних ведических трактатах, которые довольно широко описывают жизнь. Последние трактаты религиозные, они в основном говорят о том, как надо относиться к Богу. И это правильно. Это Коран, Библия и так далее. Но если говорить о ведах, то у них более широкое описание жизни. То есть физическое знание описывало тонкое строение человека, описывало социальные уклады жизни, описывало исторические факты, события, которые происходили в этом мире. Оно описывало также строение Вселенной. Строение Солнечной системы совпадает с тем, что сейчас ученые считают. Но веды описывают шире. Они не только Солнечную систему описывают также и дальше, как устроен этот мир. Они знают размеры нашей галактики и знают, что в нашей Вселенной 14 галактик. И размеры между ними тоже. То есть это довольно такое серьезное знание, которое многих областей жизни касается. Есть такая книга, Шеймад Багаврот. Она перейдена на русский язык. Можно почитать и изучить примерно на разные темы, узнать много ответов, получить много ответов на разные вопросы. Эта книга написана правитцем. Могу вам немножко описать ее структуру. То есть эта книга Шеймад Багаврот была написана правитцем где-то через 40 или 50 лет после ее написания сын этого правитца еще раз рассказал Шеймад Багавротам. А через примерно 150 лет после ее написания еще один мудрец еще раз рассказал Шеймад Багавротам. Ив Ясадоева, который написал Шеймад Багавротам, он изложил все эти три, ну, эти два рассказа в своей книге. То есть он уже заранее знал, о чем там будет говориться и при каких событиях это все будет происходить. Он это все описал заранее. Он также в своей книге предсказал приход Будды и другие пророчества он сделал также на земле. Это интересно почитать. Ну, то есть он описывал события, при которых он вообще не участвовал. Ну, то есть это интересно. Для нас это поучительно, что мы думаем, что это невозможно, но многие вещи, которые нам непонятны, возможно в этом мире. Итак, из ведических писаний я узнал, что в уме находится ощущение счастья и ощущение страдания человека. Также ум, он несет в себе силу, которая определяет судьбу. То есть эта сила находится в этой глубинной памяти, в этом шарике психическом, который находится в области сердца. Также надо знать, что в уме находятся эмоции, чувства, мысли, память. И также психическая энергия человека. Стресс, ощущение стресса тоже в уме. У меня хорошее или плохое настроение, это тоже находится в уме. Но есть еще одна психическая структура, которая контролирует ум. Эта структура называется разум. И эта структура, она имеет три центра психических. Один в области ЛДА, второй в области сердца, и третий в области паха. И вот эта вот структура психическая, которая называется буддхи или разум, по-русски сказать. Видите, слово разум, оно откуда же живет, правильно? Вот. Эта структура, она и способна победить стресс, она также способна способствовать стрессу. В этой структуре находится сила, которая наполняет ум счастьем. Человек для того, чтобы получить счастье, он должен наполнить разум силой. Разум наполняется энергией знания. Разум соткан из знаний. Ум соткан из счастья, разум соткан из знаний. Человек должен знать, откуда получить счастье. Отсюда возникают цели жизни. Что такое цель жизни? Это психическая сфера, в которой человек получает удовлетворение. Допустим, кто-то нацелен, чтобы выйти замуж. Это цель жизни. Человек ищет возможности. Кто-то нацелен где-то не построить дом. Кто-то нацелен, допустим, родить ребенка. Или кто-то уже на ребенка своего нацелит. Это называется цель жизни. Когда человек контактирует со своей целью жизни, он получает счастье и испытывает спокойную жизнь. То есть ему хорошо, он чувствует, что у него в жизни все нормально. Как только цель теряется в жизни по каким-то причинам, то человек теряет свою жизненную нить. Он не может найти себе место. Допустим, если целью жизни женщины был муж, если муж уходит, то женщина не может найти себе место. Она начинает испытывать жуткие страдания психические. И эти страдания бывают трех степеней силы. То есть первая степень силы, это называется просто психическое возбуждение. Просто неудовлетворенность. Потом дальше идет стрессовая реакция. То есть что такое стрессовая реакция? Это когда разум подавлен. Он не может функционировать нормально. И развернутый стресс означает, что разум вообще не работает. Временно потерял свою функцию. Мы знаем, что сойти с ума гораздо... Это проблема, да? Сойти с ума. Что значит сойти с ума? Это значит, что у человека нарушаются вот эти тонкие жизненные каналы, по которым течет мысль. Он теряет ощущение себя как личности. Он теряет чувство реальности в результате того, что он сходит с ума. Это гораздо сложнее восстановить. Но сойти с ума, это означает как раз сойти в состояние стресса. То есть этот человек реально воспринимает мир, но он воспринимает по-другому этот мир. Он воспринимает как в тумане. То есть у него нет ясности, как жить, что делать, зачем я живу. У кого сейчас такое состояние в растерянности находится? Вот вы находитесь в стрессе, значит. Сколько у вас по времени это состояние длится? Год. Что послужило причиной? А? Ну вот, видите, то есть у вас была цель в жизни. Это семейное счастье. Вы попирали эту цель, и вы получили вот эту вот подавленность разума, которая называется стрессом по факту. Есть три центра разума. Один центр находится в области уба, и его подавленность приводит к тому, что человек теряет нить мысли, ему трудно думать. Второй центр разума находится в области сердца, когда он получает поражение, то человек чувствует депрессию, находится в депрессии. Когда есть еще третий центр разума, который находится в области паха, когда он поражается, то человек пребывает в состоянии страха, и страха и беспокойства сильного. В основном третий центр разума, самый нижний, не поражается в наше время. Это бывает, когда наступают военные действия, когда люди живут в жутких условиях каких-то, когда опасность на каждом шагу, и люди впадают в панику. Вот это состояние паники – это поражение самого нижнего центра разума. У вас, по всей видимости, поражен верхний, вот этот вот связанный с олгом. То есть у вас даже, мне кажется, тяжесть, да, кровя какая-то. Вы чувствуете это? То есть вы не знаете, что вам делать. То есть буквально по-русски сказать «не знать, что делать». Чаще всего у женщин поражаются именно этот центр разума, потому что есть особенность строения мужчин и женщин. У женщин чувствительность находится в области вот этого центра разума, а у мужчин в области сердечного центра разума. Причина заключается в том, что вообще все эти три центра разума, они связаны с тремя энергиями души. У души есть три основных потребности, или три энергии, которые составляют ее психическую структуру. Понимаете, что такое душа? Душа – это я. Это маленькая искорка, которая вечно живет. Маленькая искорка, духовная искорка. Мы имеем такую атомарную духовную природу. Мы вечно живем, у нас есть три потребности. Первая потребность – мы хотим счастья. Она находится вот здесь, в сердце. Вот, веды советуют во время лекции или читать стихи, или петь, чтобы лучше доходило. И я спою сейчас про вот этот вот центр разума, который связан с сердцем. Сердце, тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете живи, Сердце, как хорошо, что ты такое, Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. То есть это вот как раз связано с... Это энергия разума, связанная с областью сердца. Или любовь не в сердце находится. Некоторые ученые считают, что любовь находится в полуходном. Современное такое представление. Уже о любви. В древние знания не согласны с этим. Итак, ведемся вперед. Энергия знания связана, это первая потребность, энергия счастья. То есть душа хочет счастья. Душа хочет знания. И душа хочет вечности. Душа не хочет умирать. Она хочет вечно жить. Она хочет понять, что происходит. Поэтому она приходит на лекцию. Это причина, почему мы здесь собрались. И мы тоже. Вот. И душа хочет вечно жить. Она не хочет умирать. Даже ученые доказали, что те, кто заканчивает жизнь самоубийством, они бросаются с девятого этажа и по дороге начинают цепляться за стенки. И вдруг обнаруживают, что жить все-таки хочется. Но уже иногда бывает поздно. Поэтому третьи потребности души осуществляются через три поисковые системы. Я так вам образно все объясняю, чтобы вам бы так очередь было. Одна поисковая система, которая ищет знания, находится в области лба. Другая, которая ищет любви, находится в области сердца. И третья, которая ищет вечности, находится в области паха. И в целом, есть две природы человека. Вы знаете, что у людей есть две основные природы? Два типа людей бывает. Знаете, Алик? Мухи и пчелы. Мухи и пчелы. Правильно, мужчин и женщины. Почему смухи и пчелы? Веда объясняет, что две потребности, которые душа имеет, основные. Это потребность любви, потребность знаний. Они не могут одновременно осуществиться в жизни человека в полной степени. Поэтому люди, которые хотят любви, гармонии, счастья в жизни, близких, отношений, они рождаются в женском теле. В теле, которое наполнено энергией любви. И в женском теле очень большая сила, разум обретает большую силу в области сердца. Разум, связанный с сердцем, очень силен у женщин. Здесь очень много силы в сердце. Это дает женщине эмоциональную силу. Когда женщина эмоционально себя ведет, мужчина убегает. Потому что у него нет эмоциональной силы. Она сильнее его эмоциональной. Но мужчина, если человек хочет знания и разобраться во всем, победить свою судьбу, то он тогда рождается в мужском теле. И у него силен уже вот этот центр разума, который связан с энергией знаний. И мужчина побеждает женщину с помощью гемагогии. Садится перед нами, начинает. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А у нее здесь, в этом месте, как раз слабое место. И она, когда у нее не бубит. Она в это время чувствует, что как-то тяжело становится слушать все это. Она должна что-то не соображать, что он хочет сказать. И правильно женщина говорит? Тяжело даже сосредоточить. Что он хочет вообще с меня? И в это время, когда она уже не знает, что делать, она ему эмоционально говорит. Отстань от меня! А у него там дырка в этом месте. И эта эмоция прямо ему глубоко в сердце попадает. И так как он гоня становится, он с помощью вот этого центра азума, и еще сильнее. Я тебе что сказал? Отстань от меня! И начинается стандал. Потому что ни мужчина, ни женщина друг от друга защититься не могут. У женщины здесь сила сердечная, а у мужчины сила идет из головы. И поэтому они начинают бросать тарелками друг в друга. То есть возможности ничего сделать в ситуации нет. Никакой. На один центр азума для всех одинаковый имеет функцию. Это паховый центр, он предназначен для того, чтобы как-то нормально жить. Квартирку себе какую-то иметь, защиту в жизни, пенсию, еще что-нибудь. Это для мужчин и для женщин одинаково актуально. Поэтому не обязательно какой-то новый тип тела получать. Тип тела, в котором ты хочешь жить в хорошей квартире. То есть не обязательно новый тип тела для этого иметь. Это и мужчинам, и женщинам одинаково важно. Итак, мы движемся теперь вот с вами потихоньку. Я вам рассказываю о том, как действует сознание человека. Есть еще одна тонкая структура, которая пронизывает все структуры, и грубые, и тонкие. Эта структура называется чувство собственного достоинства или ощущения себя как личности. Вот рука, я или не я? Мое. Видите, правильно, мое. Мое, потому что это ощущение себя как личности, оно состоит из двух вещей. Я и мое. А голова это я? А сердце это я? Я. Я это душа. Ну видите, вы все знаете. Но не все так могут. Вот некоторые говорят, что рука – это тоже я. Это означает телесная концепция жизни. То есть я считаю себя рукой. Если я считаю себя рукой, значит тогда сознание очень сильно пропитывает грубое тело. И когда с пальчиком что-то случается, я впадаю в стресс. Потому что туда, куда идет сознание, там и цель жизни человека. Приведу пример. Допустим, девушка решила, что лицо – это самое главное в жизни. Оно должно быть молодым и красивым, вечно. Эта девушка в возрасте 65 лет натягивает себе лицо на шею, делает макияж. Ее очень красиво, но когда народ на нее смотрит, когда она на сына заходит, он удивляется, что же она вытворяет, эта девушка 65 лет. Причина заключается в том, что… Почему так вот происходит? Потому что очень сильное погружение сознания в тело. Человек отождествляет себя с телом. И он думает, что от тела зависит все его счастье в жизни. Часто бывает так, что девушки в возрасте 18 лет, особенно в этот возраст, они очень сильно настраиваются на телесную красоту. И они так сильно страдают. Допустим, нос немножко не той формы. Они начинают терроризировать хирургов, чтобы все поменяли нос, форму носа. И потом еще хуже иногда бывает, что хереньки иногда ошибаются. Девушка вообще впадает в стресс, потому что нос ей вообще теперь не нравится, а с ним уже больше вообще ничего не сделаешь. Все, что лишнее убрали, убрали чуть побольше, чем хотелось. Понимаете, причина стресса заключается в том, что человек сильно привязан к телу. Веды говорят, что эгоизм и ложный эго человека – это такая сила, которая приносит боль. Когда человек, допустим, сильно привязан к телу, он чувствует очень сильную потребность, чтобы тело было хорошим, здоровым, то эта привязанность может стать больной идеей. Например, есть такая патология, это когда человек настолько сильно болится болезней, что он начинает чувствовать эти болезни, хотя у него их нет. Разные фобии возникают. Результат, почему эти фобии возникают, потому что есть очень сильная привязанность психическая к телу. Привязанность означает, что сознание пропитывает слишком сильно эту часть нашей жизни. По факту, конечно же, сознание должно быть в теле, иначе оно даже здоровым быть не может. Но когда человек ставит тело целью своей жизни, тогда что происходит? Смотрите, молодой человек, поставив тело целью своей жизни, начинает качаться. Ну, что плохого, что у человека будут мышцы? Что плохого? Но поймите, что душа, она как в своей треоге, она не может ограничиться, она не может остановиться. Если человек поставил что-то целью своей жизни, то дальше надо дальше, понимаете? Остановиться нельзя. И поэтому он начинает колоть анаболики, потому что мышцы больше не растут. А ему надо больше и больше, больше и больше. Ему надо уже как у Шварценеггера, понимаете? Они растут. И он начинает гробить уже свое тело. Или, допустим, я решу наклоны делать, чтобы у меня было больше здоровья. Сто наклонов делал, надо 120. Сто двадцать делал, надо 130. Сто тридцать делал, надо 140. Я не могу остановиться. Потом бац, замкнуло поясницу. Понимаете, о чем я говорил или нет? Я голодаю. Решил голоданием лечиться. То есть я погрузился в такой вот вид. Цель жизни – голодать. Или сыроедение. Я голодаю. День мало. Два, три, уже десять дней, когда голодаю. Я не могу остановиться, потому что куда человек поправил свою цель, туда и пойдет развитие. Понимаете? И часто люди с ума сходят от того, что голодают. Сырую пищу одну едят, пока у них там. У нас один наелся в нашем центре сотрудник. У него дистрофия органов начала. Пришлось откармливать. Ну, он проверил. Посмотрел, как это работает. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что сознание, соединяясь с эгоизмом человека, с его чувством собственного достоинства, я или мое, может полезть не туда. Может не в ту сторону полезть. И даже вот смотрите, просто, как вы думаете, вот если девушка заботится о лице, это хорошо? Отлично. А если она начинает слишком много думать о своем лице, это хорошо? Доброе, может, уехать? Нет, да. Вот смотрите, она много думает о своем лице, и туда сосредоточивается эгоизм. Энергию эгоизма дает чувствительность, боль. В результате на лице появляется повышенная чувствительность. Она мазит каким-то кремом. Этот крем уже не подходит. Надо более тонкий крем, еще какой-то. И постепенно чувствительность возрастает больше, больше, больше. И лицо уже как щетка, понимаете, начинает чесаться, возникает кожное заболевание. Почему так происходит? Потому что идет чрезмерная концентрация сознания на лице. Понятно, да? Системой. Куда нас направит свое сознание, там жди проблем. Если ты направил его туда, куда надо. Продолжение следует... Продолжение следует...